Как бы ни пытались в Казахстане контролировать майнинг, предприимчивые люди пытаются на этом незаконно заработать. Почему майнинговые фермы работают подпольно, как в стране регулируют данную деятельность и какими криптовалютами можно торговать в Казахстане? Эти вопросы мы обсудим с вице-президентом Ассоциации блокчейна и цифрового майнинга Сергеем Пудрой. Сергей Борисович, добрый вечер, меня слышно? Добрый вечер, да, я вас слышу. Выше я упомянул сегодняшний случай, когда ферма действовала несколько лет и зарабатывала десятки миллионов. Вот скажите, пожалуйста, какие условия и правила установлены законом о цифровых активах в отношении такой деятельности? Да, деятельность по цифровому майнингу с лета прошлого года, с 6 июля в частности, является уже лицензионной. Закон принят с 6 февраля, но начал действовать с лета прошлого года. Данная деятельность является лицензионной. Для того, чтобы осуществлять цифровой майнинг, необходимо получить лицензию у Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности. Они выдают эту лицензию. И деятельность без лицензии является самой обычной незаконной предпринимательской деятельностью. Ну, собственно, как вы сказали, да, находятся недобросовестные предприниматели, которые осуществляют данную деятельность в обход существующих требований. Но, собственно, на данный момент у государства есть все инструменты, чтобы выявлять, чтобы пресекать. И теперь в регуляторном поле существует достаточно большой набор статей, чтобы наказывать за это. То есть, если еще в 2022-2021 году, когда выявлялись нелегальные майнинговые фермы, дата-центры, которые осуществляли цифровой майнинг, тяжело было предъявить какое-либо обвинение, то теперь незаконная предпринимательская деятельность, на это существуют статьи и в Уголовном кодексе. И в зависимости от ущерба можно получить вполне серьезный реальный срок заключения за такие недобросовестные действия. Сергей Борисович, вот у меня такой вопрос, почему эти незаконные подпольные фермы майнинговые не работают легально? Я имею в виду, может быть, со стороны государства требования жесткие, что невыгодно работать легально? Ну, менее выгодно, прямо скажем так, да, ну потому что, конечно, платить налоги, платить необходимые установленные государством сборы, выполнять все требования, да, получать лицензию, устанавливать необходимую энергетическую инфраструктуру, это все требует, ну, конечно, затрат, и эти затраты весьма и весьма значительные. Несоблюдение этих норм, конечно, приносит большую прибыль, но это такой же бизнес, как и любой другой цифровой майнинг, да, и любая лицензируемая деятельность в Казахстане, я думаю, что и подпольные заводы по производству водки выявляются, да, это просто люди, которые не хотят соблюдать закон, нарушают его умышленно, вот. И цифровой майнинг ровно такой же бизнес, и радует, что у агентства финансового мониторинга появились все средства, появились возможности по выявлению таких и пресечению их деятельности. А вот незаконные майнинговые фермы, вот какой наносят урон экономике и в целом энергетической инфраструктуре? Ну, во-первых, да, они потребляют электроэнергию, которая не планируется на них, они, то есть суточный график потребления энергосистемы не включаются, и запланировать их потребление, ну, невозможно, потому что о них на данный момент, ну, в момент, когда они осуществляют эту деятельность, ничего не известно. Во-вторых, большая опасность, то, что это достаточно большой объем энергопотребления, и когда они ставят такие майнинговые фермы внутри жилых микрорайонов, где энергосеть не рассчитана на большие пропускные способности, энергосеть может перегреваться, могут перегорать кабели, это может привести к авариям, к пожарам, вот, то есть такие последствия могут быть. И поэтому в законе, допустим, у нас определено, что майнинговые дата-центры не могут внутри жилых микрорайонов устанавливаться по закону, это запрещено. А нелегальные фермы вполне там существуют. А где должны быть, если кто-то... Это должно быть выделенное промышленное здание, которое стоит отдельно, у которого установлена специальная энергетическая инфраструктура, у которой установлены приборы учета специальные, которые для оптовых потребителей, такие как АСКУЭС, АОН. Когда у оператора энергосети есть возможность в один момент взять и отключить такой майнинговый центр в случае, если в системе на данный момент не хватает электричества, либо случилась какая-то авария, и необходимо там перебросить электричество на другое направление. То есть вот легальные майнеры все это устанавливают у себя, работают, и они полностью подконтрольны нашему оператору энергосистемы. Сергей Борисович, скажите, сколько в стране легальных майнинговых ферм, и в каких регионах они в основном задействованы? Ну, они в принципе разбросаны по стране, есть, ну, в основном это, конечно, северная энергетическая зона, да, это западная энергетическая зона, в меньшей мере представлены в южной энергетической зоне, потому что она традиционно энергодефицитная, да, и по количеству, по-моему, сейчас порядка 30 майнинговых дата-центров зарегистрированных, но далеко не все из них работают. Суть майнинговой деятельности в том, чтобы добывать цифровые активы, и самый популярный добываемый цифровой актив в Казахстане – это биткоин. Весной этого года произошло событие в этой сети, называемое халвинг, когда вознаграждение за каждый блок добываемый, да, уменьшилось в два раза. И это очень сильно изменило экономику цифрового майнинга, и многие цифровые майнеры на данный момент приостановили свою деятельность, поэтому на данный момент, я думаю, что это порядка 10-15 дата-центров, которые активно продолжают свою работу. В обществе бытовало мнение о том, что майнинговые фермы только у состоятеля казахстанцев? Или это только слухи? Ну, на самом деле оборудование достаточно дорогостоящее, и установить дата-центр с большим количеством специализированного оборудования – это да, это большие инвестиции. Но у нас в законе предусмотрена возможность, если гражданин Казахстана покупает несколько единиц оборудования для цифрового майнинга и размещает в существующем дата-центре. То есть нет, цифровой майнинг может осуществлять и рядовой гражданин, это вполне доступно. Сергей Борисович, у меня к вам заключительные два вопроса. Скажите, где получить эту лицензию, что для этого требуется? Вот на базе МФЦА, да, они вроде могут осуществлять? Нет, МФЦА – это для бирж. Биржи цифровых активов – это другие площадки, это там, где торгуют. То есть торговать криптовалютой можно на базе МФЦА, да? Да, торговать только на базе МФЦА. Закон у нас запрещает оборот внутри Казахстана полностью. И вот для граждан Казахстана легальный путь остается только один – торговать можно на биржах МФЦА. На биржах МФЦА на данный момент зарегистрировано порядка 8 бирж цифровых активов. Из них 4 или 5 ведет активную операционную деятельность. И вот эти биржи доступны для граждан Казахстана. Есть определенные правила, есть определенные ограничения. Но правила МФЦА, опубликованные на их сайте, раскрывают все подробности. Можно зарегистрироваться на этих биржах и осуществлять покупку и продажу. Сергей Борисович, и в завершение назовите примерно топ-3, топ-5 самых популярных криптовалют, о которых мы, возможно, слышали, которые можно торговать в Казахстане. Да, самая популярная криптовалюта – это, скорее всего, USDT, потому что с ней происходят больше всего операции. И важный момент, что ошибочно граждане Казахстана, многие, читая тот закон, который сейчас существует, считают почему-то USDT обеспеченным активом. Скорее всего, это ошибочное мнение у нашего правительства, такая позиция, что USDT – это необеспеченный актив. Если нас смотрят те люди, которые занимаются покупкой и продажей USDT, обратите внимание на этот момент. На втором месте, скорее всего. Ну и дальше биткоин, лайткоин, эфир – их много. Но USDT, наверное, наиболее популярный актив. Сергей Борисович, спасибо большое, что нашли время для беседы. Все, спасибо вам, что пригласили. До свидания, мы продолжаем.